случился повод достать эти вот две монетки это монеты времен правления царя федора алексеевича федора третьего алексеевича был такой русский царь вот тема такая интересная что 24 апреля 1682 года как раз во время правления этого царя в пустой озерке был сожжен авакум петрович глава старого обрячества такое грустное событие ну событие как событие как бы в средние века чего только не случалось на западе вон ведьм жгли еретиков вот были у нас тоже и свои как бы не то что еретики но человек как бы страдал за свою веру за то как так скажем он направлял свои религиозные обряды вот за это страдал очень очень много людей и вот в том числе авакум петрович авакум вообще выступил против реформы никона и за это был сразу же сослан семьей в 1653 году еще в тобольск затем в даурию еще глубже это в сибирь получается спустя 10 лет он был возвращен в москву где продолжил борьбу с официальной церковью виде успех пропаганды авакума высшие духовные власти решили принять меры против него и попросили государя его высылки так как он церкви запустошил в августе 1664 года авакум был отправлен в ссылку в пустозерск однако до этого строго не доехал более года он прожил в мезине продолжая свою пропаганду против никона через два года авакум был привезен в москву на суд вселенских патриархов растриженный и преданный анафеме авакум в следующем году был отправлен в пустозер где вскоре по прибытии был заключен в земляную тюрьму но несмотря на тягостные условия жизни в пустозерке авакум 15 лет прожил в сруве в земляной тюрьме где написал около 70 произведений он прожил продолжал свою борьбу за старую веру он то обращался к властям с увещеванием обратиться к старой вере то писал к своим единомышленникам ободряя их возбуждая их фанатизм призывая к страданиям за истинную веру авакум обратился к царю федору алексеевичу с дерзко челобитный в который устрашал сына с загоробными муками отца за потворство никонианом и так продолжалось до 24 апреля 1682 года в этот день за великие на царский дом хулы а в вакуум был сожжен вот так вот раз как средневековая европа как еретиков как ведьм россия больно чем-то сильной не отличалась от остальной другой так скажем части света вот в те времена а вообще хотелось бы вот поподробнее сказать кто такой федор 3 алексеевич это был из рода романовых родился он 9 июня 1661 года в семье царя алексея михалыча и царицы марии леничной урожденной милославской он старший брат царей ивана пятого и петра первого он был венчан на царство в возрасте 15 лет царь с детства отличался слабым здоровьем но тем не менее его готовили к присталу наследию наставником федора был симеон полоцкий обучивший царя языкам посвятивший его в основу западной культуры при федоре боярская дума обрела больший вес принятие государственных решений число ее членов возросло с 66 до до 99 ну и сам царь принимал обширное участие в управлении страной федор был просвещенными мудрым правителем несмотря на свою молодость вот под его руководством была проведена перепись населения и отменен указ о невыдаче беглых крестьян записавшихся в армию царь попытался проводить в сравнении реформы преобразовавший россию по западному образцу были смягчены уголовные наказания введено воеводское и местное приказное управление была проведена попытка введения в россии чинов что будет позже осуществлен петру петром первым посредством табеля о рангах вот было отменено наследование чина федор был противником вмешательств церкви управления государством он остранил патриарха иоакима от участия в светских делах и увеличил налоги на церковные имения вот осознавая важность образования федор приглашал в россию зарубежных специалистов для преподавания был инициатором организации славяно-греко-римской академии хотя и не дожил ее открытия наследника царь после себя не оставил его первая жена агафья грушевская умерла при родах вскоре погиб и младенец второй брак с марфой апраксиной продолжился всего два месяца в возрасте 20 лет седьмого мая пережив о вакуума всего-то на две недели скончался и сам царь федор 3 алексеевич был он похоронен в архангельском соборе московской кремля и поскольку распоряжение относительно престола наследия федор 3 не оставил на данный вопрос вызвал волнение разрешившееся решением о венчании на царство одновременно двух царей малолетних ивана пятого и петра первого при регистре их старшей сестры софии алексеевны вот такие вот такая у тема грустноватая немножко ну что ж какая есть спасибо за внимание до свидания